Приветствую! Сегодня я хочу рассказать о своем приобретении. Это точечная сварка и ее можно использовать как пауэрбанк. Для этого на передней панели вынесен USB разъем Type-A. Зарядка же самой точечной сварки осуществляется через Type-C разъем. В комплекте инструкция на английском языке, в которой описано назначение кнопок и индикаторов. Данная клавиша при ее удерживании включает точечную сварку. Синие светодиоды указывают на степень заряда аккумулятора. Сейчас он заряжен на 50%. А желтые показывают режим работы, который можно переключать коротким нажатием, меняя с автоматического на ручной. Второй клавишей устанавливается длительность импульса и соответственно сила сваривания. Всего шесть значений и чем больше светодиодов горит, тем длительнее импульс. В автоматическом режиме импульсы подаются примерно каждые 2-3 секунды, а в ручном режиме для подачи импульса необходимо нажимать на кнопку, расположенную рядом с USB разъемами. Само собой в комплекте пара проводов с медными контактами. Их наконечники уже скруглены, что должно способствовать удобству сварки. Так выглядят соединительные контакты, сечение кабеля 8 AWG, что соответствует 8 квадратам. Для зарядки аккумулятора точечной сварки в комплекте присутствует USB Type-C кабель. И еще есть надфиль, чтобы со временем подтачивать медные контакты. Так выглядят характеристики. Аккумулятор емкостью 5000 мА, максимальный ток в режиме сварки 650 А и максимальный ток в режиме пауэрбанка 2,4 А. И для примера можно сравнить размеры с обычным пауэрбанком емкостью 10000 мА. Конечно же точечная сварка примерно в два раза больше, так как в ней кроме самого аккумулятора находится плата с MOSFET транзисторами. Сразу произведу замер выходного тока на USB разъеме. Для этого подключаю USB тестер и добавляю USB нагрузку. На ней уже выставлен 1 А. Пробую увеличить ток до заявленного производителем. С увеличением тока наблюдается небольшая просадка по напряжению. И при токе 2,5 А напряжение 4,95 В. Что в целом является неплохим показателем и соответствует заявленным характеристикам. 12 Ватт с USB разъема можно получить. Я думаю стоит попробовать как будет заряжаться мобильный телефон. Зарядка идет. Для демонстрации я спаяю отрезок пластины между собой в различных режимах, начиная с наименьшего. Первый режим. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Пластина ощутимо нагрелась и на силиконовом коврике, который является антипригарным, появляются белые следы, что свидетельствует о высокой температуре. Так выглядит результат сварки. И можно разглядеть увеличение пятна сварки с переключением на режим с большей длительностью импульса. Сварка в ручном режиме будет выглядеть примерно так. От тестов я перейду к практике и соберу аккумулятор типа 3S из трех элементов 18500. Они весьма схожи с элементами 18650, только меньше в длину и у них меньше емкость. Они перетянуты в черную термоусадку и это будет батарея для Bluetooth катушки Tesla. Видео которой уже вышло на канале. Временно зафиксирую аккумуляторы между собой малярным скотчем. Привариваю пластину, соединяющую первый и второй элемент. И за ней еще одну, соединяя второй и третий. Конечно же необходима плата защиты. В моем случае подойдет самая простая, на 8 А. У платы предусмотрены площадки под сварку, которым я и припаиваю заранее подготовленные выводы. Снял малярный скотч и окончательные элементы будут скреплены термоклеем. На вывод второго элемента наклеил каптоновый скотч, так как с ним будет пересекаться контакт платы защиты. КОНЕЦ Проверяю напряжение в контрольных точках, чтобы убедиться, что все сделано правильно. После чего припаиваю выводы для балансировочного и силового разъемов. Последним шагом усаживаю все в термопленку. В результате получается сборка, мало чем отличающаяся от заводской. Подводя итоги, могу сказать, что вполне неплохой вариант для готового и относительно недорогого решения точечной сварки, в свободное время которую можно использовать как пауэрбанк. На этом пока все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok